В Украине считают голоса избирателей. Обработаны 99,49% протоколов. Лидирует движение Народный фронт. За него отдали свои голоса 22,16% избирателей. Блок Петра Порошенко набирает 21,82% голосов. Самопомич 10,99%. Оппозиционный блок получает 9,4%. Радикальная партия Олега Лешко 7,44%. Батьковщина 5,68%. Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер. 35 протоколов с мокрыми печатями поступили в центр избирком за последние двое суток. К сегодняшнему вечеру и количество сильно увеличится. Но на 100% результат по электронным подсчетам пока не надеются. А кружкомы в Донецкой, Луганской и Житомирской областях не спешат. В единую информационно-аналитичную систему выборов завершился сегодня. Но далеко не все на этих выборах залежит от центральной выборчей комиссии. Хотя мы пытаемся прижимать этот процесс. То есть процесс полного введения электронных протоколов в систему ИАС выборов может завершиться вечером среди или первая половина дня четверга. Основная причина торможения процесса – мажоритарщики, в том числе и бывшие регионалы, которые не брезгивали старыми методами. Жалобы, угрозы, тетушки и попытки подкупа членов комиссии. Все для того, чтобы затянуть процесс подсчета. День голосования, перед голосованием, также протягом голосования, также на другой день. И в ночь, когда мы принимали уже подсумковые протоколы отделничных выборчих комиссий, никаких заважений, никаких скарг, ни от кого не было. Но уже на третий день было надано нам около 120 скарг, которые просто были выготовлены, ну, как я говорю, под копирку. То есть одинаково сфабрикованы, все, как-то там подписаны. И претензии там были такие, ну, совсем какие-то дивные. Комиссия разглянула эти скарги, она залишила их без задоволения, эти скарги. Завершить подсчет голосов в Центр-избирком должен до 10 ноября. Боевики на Донбассе продолжают обстреливать и атаковать позиции вооруженных сил Украины. Это в очередной раз доказывает их нежелание придерживаться минских соглашений. Боевики не прекращают противоправную деятельность, спрямованную на дестабилизацию ситуации на Сходе Украины. В ночи неконтролированные оружие, неформированные, веломинаметные, артиллерийские и вагонцы реактивных систем залпового огня в БМ-21 «Град» по позициям сил АТО и населениях пунктов, которые пребывают под нашими контролем. В том числе по блокпостам в районах населениях путев Новомихайлевка, Таненька, Дебальцево, Золоте, Малоорлов. В целом за добу боевики больше niż 40 разів порушивали режим тиши. В том числе сталося два боевых заткнений в районах населенных пунктов Петривська и Крымска. За их наследками среди украинских військовослужбовцев я постраждал. Информация щодо их количества и характера травмувань уточнился. В ночи в районе Мариуполя и Донецкого аэропорта обстрелив не зафиксован. Обстановка под контролем силами антитеррористической операции. Напомним, 2 ноября террористы намереваются провести на подконтрольных им территориях выборы. Генеральный секретарь ООН Пангимун так высказался по этому поводу. Проведение таких псевдовыборов нарушит украинское законодательство и сорвет мирные договоренности, достигнутые в Минске. Украина будет выпускать собственные беспилотные летательные аппараты. Пять украинских компаний уже провели испытания. Беспилотники будут выпускать по заказу Минобороны на предприятиях концерна «Укроборонпром». По словам генерального директора концерна Александра Стаценко, у Украины есть потенциал в производстве тактических, оперативно-тактических, а в перспективе и стратегических беспилотных летательных аппаратов. Трехсторонние газовые переговоры между Украиной и Евросоюзами России продолжатся сегодня. Причина – длительное обсуждение документов. Они пока еще находятся в стадии проработки. Напомню, переговоры начались 29 октября в Брюсселе. Договоренности о цене, реструктуризации задолженности и предоплате уже достигнуты. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Ранее предполагалось, что Украина, ЕС и Россия подпишут газовое соглашение 29 октября.